Скажите, многие пишут, что предстоит сейчас опасность Большое вторжение в украинские войска во время церкви на Пруссию Есть такое реальная опасность? Или вы видите другие... Нет, я вообще ничего не исключаю Киев это не самая вменяемая столица, а Украина не самая вменяемая страна То есть они могут сделать все, что угодно, в том числе и то, что выпадает из всякой логии Но если оценивать реалии, то, конечно, ресурсов для полномасштабного и успешного наступления у них нет Нет ресурсов, а самое главное, такое наступление приведет к колоссальному количеству человеческих жертв Ну, он Донецк, город, в котором огромное количество жителей 80-75% от довоенных То есть фактически около миллиона Значит, ну вот представьте, если начнут по-настоящему пытаться брать городскую застройку Это огромные жертвы, значит, я думаю, что там не по гуманитарным причинам Не, так сказать, потому что там Киев какой-то очень способен испытывать, так сказать, большое сочувствие к местному населению Ну, просто, так сказать, во-первых, нету достаточных людских ресурсов Очень много, значит, потерь в боевой технике 2014-2015 года, которые не восполнены Нет того преимущества, которое могло бы помочь провести успешное наступление И реакция Запада на колоссальное количество жертв, которые будут, которые неизбежны в случае, значит, попытки брать населенные пункты Мне кажется, тоже это такой сдерживающий момент А кроме всего прочего, Киев понимает, что Россия так или иначе вмешается Если будет, значит, если будет предпринята попытка такого широкомасштабного, широкомасштабной атаки Вот это самый главный, значит, тормозящий аспект во всей этой истории Попытка широкомасштабного наступления Нет, ну просто сюда зайдут войска, это очевидно Зайдут войска, чтобы обеспечить защиту местного населения Собственно, Путин, там, говорю о том, что мы резни построить здесь по типу Серебрянцы не позволим Вот, это главный момент торможения Поэтому я думаю, что все будет продолжаться так, как оно и ушло до сих пор С периодическими обострениями, обстрелами Но какого-то такого фронтального наступления не будет В каком состоянии сейчас премия? Ну, я бы сказал, что здесь многие проблемы решить удалось Самое главное, это проблема безопасности Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с ситуацией 2014-2015 годов То, в общем, город выглядит так же, как выглядит любой среднестатистический российский город Ну, может быть, здесь чуть почище Но самое главное, что люди могут спокойно ходить по улицам Не опасаясь, что, значит, там, какой-нибудь человек с оружием предъявит свои права на его имущество Да, значит, силовые структуры работают, так сказать И граждане чувствуют себя достаточно спокойно Это, на мой взгляд, самое главное Но есть проблемы, которые связаны с отсутствием ощущения у населения Перспектив развития Непонятно, куда движется республика Вот, скажем, молодежь, да, которая там заканчивает учебные заведения, вузы, школы В основном, там, планируют свою жизнь, так сказать, за пределами республики Люди не... ни их родители, ни они сами не видят, чем бы они могли заниматься в Донецкой народной республике Крайне низкие зарплаты, значит, там, низкие пенсии А самое главное, самое основное, то, что, ну, можно было бы перетерпеть Если было бы точно известно, что через год, два, даже через пять лет, значит, эта территория станет частью российского государства Такой уверенности нет Поэтому... а вот эта неопределенность статуса, да, республики При достаточно низких, значит, параметрах благополучия Она, конечно, будет способствовать обтоку самых энергичных людей Которые хотят как-то обустроить свою жизнь отсюда Главным образом на территорию России, но и в Украину тоже Но и на Украину тоже Поэтому... и вот в связи с этим, я думаю, не делается очень важная вещь Да, значит, новая республиканская элита должна была бы гораздо более четко Гораздо более жестко сформулировать стратегию развития Чтобы люди понимали Там, если, значит, Россия ведет себя так, да, там, не берет, значит, ДНР в свой состав Значит, мы будем развиваться таким образом И у нас, значит, будут такие-то, такие-то перспективы И еще мне кажется, что пришло время, так сказать, для смены, на самом деле, руководящих кадров Потому что, в моем понимании, вот эти люди, которые встали на защиту Значит, там, вышли против Майдана, встали на защиту русского языка Русской идентичности Донбасса Они свое дело сделали Они обеспечили защиту своего дома И сейчас должны прийти какие-то новые специалисты, которые делают следующий шаг Которые будут понимать, как этот дом обустроить Как создать условия для процветания, для жизни граждан Это две разные Есть такие люди? Я, конечно, есть Все-таки это достаточно развитый промышленный индустриальный регион Очень-очень сложный, значит, экономикой Естественно, что здесь и за годы советской власти, и после советской власти Работала своего рода кузница кадров Конечно, они есть Просто во время, скажем так, вот этих протестов Вперед вышли те, кто, значит, ну, скажем так, не имел отношения прямого к вот этой вот, значит, сложной экономике региона Вперед вышли люди с такими крепкими политическими убеждениями Что Донбасс должен быть пророссийским Или что даже, так сказать, они шли и дальше Что Донбасс это часть России Вот А сейчас я бы сказал, что настал период, так сказать, требующий изменения подходов Нужны технократы Вот Нужны люди-технократы, которые знали бы, как, значит, завести экономику Как, значит, обеспечить, там, планирование, так сказать, долгосрочное, да И, значит, потому что вот эта вот система защиты, да, так сказать, она, в принципе, уже сформирована Есть армейский корпус, есть линия обороны Это уже все, так сказать, не требует такого ежедневного Да, есть кадры, так сказать, там, в том числе и российские, да, которые следят за тем, чтобы эта машина работала Вот Сейчас внимание должно быть перенесено исключительно на гражданскую сферу Люди должны почувствовать, что о них кто-то заботится То вообще это возможно, этот, вы сказали, рабочий местах и будущее для молодежи, ну, это вообще реально, потому что ситуация объективно сложная, потому что угол России не нужен, наверное, потому что Россия сам имеет угол и стал И чем этот регион может вообще зарабатывать деньги? Да, все возможно, слушайте, здесь, на самом деле, нужен, не нужен уголь, мы с вами этого не знаем Это, так сказать, утверждается, что уголь не нужен Нужен, конечно, тем более, что, значит, торговля углем продолжается, она идет в достаточно значительных объемах Донбасс имеет возможность демпинговать, да, там, продавать свою продукцию по более низким ценам, чем российские предприятия Ведь это очень богатый и реальный, и потенциальный регион Богатый и кадрами, и, так сказать, промышленным потенциалом Я думаю, что очень многое из того, что здесь было, можно реанимировать, ну, собственно, это сейчас и происходит, пытаются это делать, да, значит, в том числе и при прямом российском участии Как сейчас, на Западе говорят, что здесь только русские танки, бегают русские военные здесь все делают, и здесь вообще нет прав человека, здесь такие, подпольная тюрьма, пытка, демократии вообще нет здесь, как вы это оцените? Значит, с демократией здесь действительно есть проблемы, ну, вот, скажем, там, действует комендантский чарль, да, вот, это ограничение прав Но, как бы, оно обусловлено необходимостью контроля, да, там, над территорией, так сказать, более тщательного Потому что все-таки идут военные действия, все-таки сюда, так сказать, проникают эти диверсионные разведывательные группы Вот, значит, здесь очень слабые медиа, очень слабые, да, значит, и они там контролируются государством Ну, правда, за счет того, что, так сказать, сам контроль не очень эффективен, да, значит, там, медиа себе многое могут позволить, так сказать Но не позволяют в силу того, что профессионалов, да, не очень много, да, там, профессиональных журналистов, так сказать, которые работали бы на должном уровне Что касается прав человека, я думаю, что здесь эта ситуация выправляется Ну, во-первых, я говорил о том, что уровень безопасности общества, да, мне кажется, обеспечивается на очень высоком уровне Значит, то, что в 2014-2015 году любой мог попасть на яму без всяких, так сказать, на то оснований Это да, действительно, но вот сейчас этого уже нет Да, сейчас, так сказать, работает и прокуратура, и суды заработали Вот, там, законодательная база, конечно, так сказать, недостаточная, да Ну, так, чтобы люди пропадали, так сказать, бесследно Вот, как это происходило на начальном этапе, такого уже нет Но все равно, да, все равно, так сказать, человек может попасть, там, есть случаи, когда отжимают, то, что называется, бизнес, да, вот Это все еще в каких-то остаточных формах присутствии То есть, действительно, здесь есть, значит, куда двигаться для того, чтобы создать систему более совершенную в правовом отношении Но произвола вот такого, так сказать, абсолютно чудовищного, каким он, так сказать, был в 2014-2015 годах, такого уже нет в памяти Да, поэтому я бы сказал, что уровень демократии, так сказать, не очень высокий, но не нулевой Скажите, пожалуйста, здесь была собственность больших предприятий, которые государство взяло на себя И эти олигархи, у меня как бы, они здесь много фактических материалов А где этот собственность сейчас кто управляет и насколько это эффективно управляет и... 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 Ну, насколько я знаю, так сказать, пока, как бы, это все еще не слишком хорошо поставлено на ноги, да, то есть, есть проблемы Ну, во-первых, значит, много разрушений Оборваны, значит, логистические цепочки поставки сырья Нету выхода на рынки, да, значит, в местной продукции То есть, вот это требует, так сказать, оплаты Управляется, это все фактически из России Существует российская компания, которая, значит, пытается Отладить, значит, реанимацию этих промышленных активов Реанимировать эти промышленные активы Вот, ну, насколько я понимаю, решение само по себе очень верное Верное, верное Ну, потому что предприятия, которые работали, так сказать, платили там деньги, налоги в украинский бюджет Вот, значит, прости Платили налоги в украинский бюджет Все это шло мимо республики, значит, некоторые предприятия просто лежали Я думаю, что решение еще такое было принято для того, чтобы, ну, как-то разгрузить, так сказать, вот это вот Финансовое время облегчить, да, которое лежит на России, она фактически наполняет бюджет республики, да И мне кажется, что в связи с этим как раз у Донецкой Народной Республики есть будущее, да, есть самостоятельное экономическое будущее Там, значит, стоит задача, чтобы не просто вывезти на окупаемых, да, ну, так сказать, так, чтобы, значит, эта территория могла зарабатывать Она зарабатывала колоссальные деньги, но она была встроена Это же был регион, который, так сказать, приносил доход Украине Но она зарабатывала, будучи встроена в хозяйственно-промышленный комплекс Украины Сейчас, когда ее вырвали оттуда, естественно, так сказать, вот эта часть, да, чувствуется не слишком хорошо Вот, ее надо встраивать в российскую систему Здесь идет, происходит очень важная вещь Здесь появляется понимание, за что должен и может умирать русский человек, да Он может умирать и должен за русский язык, за свою веру, за свою культуру, за общность русских людей Это первый раз, так сказать, за всю постсоветскую историю, да, появилась вот такая вот ситуация, которая замерла на грани, да, на такой смертельной грани, так сказать То есть, у нас что там было, да, в постсоветской истории? У нас были какие-то там представления о том, что надо добиться западных стандартов потребления, ну, может быть, западных стандартов производства Что мы должны перенять вот всю систему ценностей, политических и культурных, да, заимствовать, так сказать И тогда мы сумеем обеспечить процветание России Но вот не получилось И система ценностей оказалась, так сказать, несовершенной, да, значит И стандарты у нас не очень пережились Получается, что, в общем, мы утратили, как бы, понимание, там, собственной идентичности, так сказать И, собственно, система ценностей, да, значит И не приобрели ничего нового А Донбасс в значительной мере нам, нас погрузил снова, так сказать, вот Ну, что ли, в... С одной стороны наше прошлое, а с другой стороны, так сказать, за счет этого он очертил какие-то перспективы грядущего, да То есть, вообще смысл человеческой жизни в том, что человек понимает, за что он ее может отдать, вот, да За что, так сказать, вот, может принести такую высокую жертву И я думаю, что этот смысл мы обрели в значительной степени именно здесь Вот Поэтому я как-то считаю, что Донбасс это такое ключевое, ключевое событие новейшей российской истории Смотрите, вы ощущаете, что вообще Донбасс сейчас в российских СМИ есть достойное место? Нет, нет Потому что у меня ощущение, что россияне, москвичи не очень сильно сейчас интересуются этим Ничего страшного, ничего страшного Это же такая диффузия, которая происходит довольно медленно И на поверхности, так сказать, не обязательно должны быть какие-то вот зримые следы Того, что Донбасс пропитывает собой российскую культуру Культура же, она, так сказать, залегает на большой глубине Вот то, что мы видим в СМИ, да, телешоу, так сказать, что это не культура Да, это вот продукт массового потребления То, что там Донбасса мало или много, это не имеет значения Во имя чего Вы знаете, очень много либералей в Москве читают, что здесь Какие люди, которые на другом месте себе не могут реализоваться Они здесь ходят автоматами Нет, ну, есть такие, конечно, есть авантюристы, так сказать, какой-то ничтожный процент Есть любители адреналина Но в основном-то здесь, там, в ряды ополчения пошли местные Вот, да, там, бизнесмены и шахтеры, люди всех профессий Как Вы оцените эти люди, как Московой, Моторола, Гиви Какое значение они имеют для Донбасса, для России? Ну, это все вот такие, так сказать, портреты, да, там, людей, которые принесли себя в жертву Принесли себя в жертву, так сказать Тут есть элемент, вот, связанный с этой вольницей, анархией, да, так сказать, произволом, которые здесь царили поначалу И поэтому есть такое настороженное отношение Но сейчас, так сказать, входит... А настороженное? А настороженное? Нет, со стороны Вот Вы говорите о москвичах и еще о комках Есть такое настороженное отношение, что, дескать, вот это Такие, там, полукриминальные, так сказать, парамилитарные образования Нет, сейчас это уже вполне, так сказать, там, даже излишне бюрократизированные армейские структуры Которые подчиняются уставу Там навезена довольно жесткая дисциплина Вот, значит, но, то есть, порядок здесь есть Не полный, не до конца собранный Ваша мечта, жизнь, идея? Какие Вы хотите жить в 2020? В России Значит, неестественно Почему? Это Россия для меня абсолютно То есть, то, что это не часть российского государства, для меня это вообще не проблема Это часть России, которая, так сказать, ну, жива и за пределами российских границ Ну, Ваша семья, наверное, не хочет жить Там надо ехать в Москву, чтобы жить вместе? Ну, да, наверное То есть, видимо, там Я, честно говоря, не знаю, как это все, так сказать, сложится, да В моей жизни очень много было таких моментов, переворачивавших, налаженный до селья быт полностью, менявших Вот Как сложится? Пока я себя чувствую очень комфортно здесь Комфортно, эмоционально и, так сказать, в духовном смысле А как сложится? Дальше посмотрим Я ничего не загадываю Как Вы цените ситуацию на Западе? Например, в Германии, где люди вообще не знают, что творится в Украине, которые считают Путин диктатором, и либеральные общественности на Западе не понимают, например, что это такое ДНР, никакой позитив не видят в этом? Знаете, мне нынешний Запад очень напоминает Советский Союз В том плане, что там работают крайне жесткие идеологические установки в отношении России Россия воспринимается как источник зла Никто уже не хочет разбираться в реалиях Потому что есть вот эта идеологическая предустановленная сетка, которая накладывается на все события И как бы она вот сама по себе расставляет все знаки, плюсы, минусы В этом смысле засилие идеологии на нынешнем Западе, оно в значительной степени копирует советскую модель Когда весь Запад виделся абсолютно, во-первых, одинаковым, во-вторых, темной стороной реальности И никто, так сказать, из Советского Союза не предпринимал попыток разобраться, что там на самом деле происходит Вот, слава Богу, в России от этого ушли В России, так сказать, нет вот этой жесткой идеологической модели, которая предлагает рассматривать происходящее в строгом соответствии с какими-то заранее, значит, заранее проставленными маркерами, идейными, да? Значит, а Европейский Союз и Америка пришли, так сказать, вот к такой очень примитивной оценочной модели, да? Ну, жалко, я думаю, что как ушли мы от нее, так и уйдет Запад, так сказать, потому что на самом деле существовать, так сказать, в такой вот абсолютной темноте и слепоте долго, ну, наверное, не очень комфортно Но в Москве есть люди, есть оппозиционная пресса, которая читает чрезмерный контроль интернет, чрезмерное укрепление православной церкви, чрезмерный властный вертикал Я этого не вижу, я вижу, что на самом деле, там, скажем, региональное своеобразие, региональная самобытность, региональные права, это в России есть Интернет, так сказать, ну, слушайте, заходите в интернет, если вам нужно, вы найдете, так сказать, там тысячи проклятий в адрес Путина, да? Да, значит, в этом обвинении в том, что он кровавый тиран, вот Причем сами обвиняющие не понимают, что если бы он был кровавым тираном, то, наверное, там, их постарались бы как-то угомонить, так сказать, успокоить, там, заткнуть им их ты Они спокойные, там, не выходя из своих московских квартир или, так сказать, из московских кафе, они, так сказать, критикуют, причем не выбирая выражение особенное, да? Они критикуют, значит, кровавый режим, вот, не опасаясь никаких последствий Значит, то, что действительно есть такая поддержка очень значительная Путина, ну, вот, есть Хорошо это или плохо? С моей точки зрения, хорошо, потому что Россия сегодня в сложном положении Против нее ополчился весь мир западный, да, значит, она в режиме санкций Значит, если брать постсоветское пространство в целом, да, там, прибалтийские страны, Украину, там, Грузию То, конечно, по демократическим стандартам Россия самая продвинутая страна В ней, так сказать, оппозиция может себе позволить гораздо больше, чем где-то еще В ней, так сказать, там, федерализация, так сказать, значит, реально имеет место И регионализация В ней, так сказать, там, ну, так называемые демократические, хотя я бы их так не называл Потому что они очень недружелюбно настроены по отношению к своим идеологическим оппонентам Ну, скажем так, оппозиционные СМИ могут, так сказать, там, работать в диапазоне идеологическом Которое фактически не имеет границ Ну, за, там, только вот уголовные статьи, там, подрыв государственного строя и так далее Вот, или, там, пропаганда ненависти, значит А так, пожалуйста, критикуйте Путина сколько хотите Что касается прав человека Да, ну, вот посмотрите, да, там, на Украине, так сказать, гонение против русского языка Против русскоязычного населения То же самое в Прибалтике В России ничего подобного, да, по национальному признаку, так сказать, нет ограничений, да, прав каких-то этнических групп Вот Многонациональная страна И, так сказать, там Я, вот, не слышу никаких жалоб на притеснение в связи с национальной принадлежностью Поэтому, да, наверное, не все идеально Да, значит, есть, там, засилие одной партии Есть не очень, так сказать, на мой взгляд Не идеальная законодательная власть Да, значит, поддерживающая существующий порядок и существующий режим полностью Да, фактически Нету системной Ну, то есть, системная оппозиция, она, там, КПРФ, так сказать Она, в общем, конечно, тоже является одним из краугольных камней, на которых держится система Вот Она позволяет себе, там, что-то в рамках возможных Вот Но проблема в том, что, вот, мы посмотрели, да, какая поддержка у несистемной оппозиции на выбор Сколько набрала Ксения Собчак, да, там, полтора процента Вот Поэтому, так сказать, они имеют представительство в органах власти, то, равное тому Равное той поддержке, которая у нас, у них, у них есть Скажите, пожалуйста, вы большой специалист, ну, в Чечне были Почему этот конфликт вообще появился? Сейчас, 25 лет назад, вы можете сделать какое-то разумение? Конфликт появился по очень... Конфликт этот возник по очень простой причине Это были центробежные тенденции, да, когда окраины пытались, так сказать, выйти из-под контроля, значит, федерального центра И Чечня пошла дальше всех Чечня объявила о своей независимости, о выходе де-факто из состава России Вот Значит, как бы логически завершив вот этот процесс Распада, да, то есть, если бы по этой модели, так сказать, там Россия продолжала развиваться То сегодня бы она оказалась, так сказать, разделенной на ряд регион Значит, естественно Россия, Москва не могла позволить Чтобы этот развал стал неконтролируемым процессом, да Значит, страна погрузилась в хаос То есть, это вот как бы основная причина, так сказать И, на самом деле, у... У Джохара, да, как мне кажется, не было достаточного понимания того, что Чечня не в состоянии Ни в военном, ни политическом отношении Во-первых, противостоять федеральному центру, если он все-таки решит, так сказать Значит, не дать ей возможности существовать самостоятельно Не построить собственную систему управления Это были романтики, которые считали, что вот надо возродить какие-то национальные традиции Адат И на их основе создать какую-то, сформировать какую-то новую государственность Из этого ничего не вышло Это там демонтировав, так сказать, доставшиеся в наследство от советской власти структуры управления Они получили абсолютный хаос, да И, значит, разгул бандитизма на своей территории Вот Более того, Россия дала возможность некоторое время Чечне фактически существовать как независимому государству А это привело к еще худшему, значит, результату Эта территория вообще прокинулась в самое мрачное, в самое, так сказать, дикое Самое дикое средневековье, да Работорговля, убийства, так сказать, пытки Все что угодно, да И не было никакой, так сказать, центральной системы управления Значит, это вот Вся эта крошечная республика распалась на бандитские анклавы В каждом из которых, так сказать, там Руководили вот этими районами, значит, какие-то местные бандформирования Исламистские Если сейчас один из датчиков вас спросит Мы хотим публиковать ваши статьи у Чечни в 90-х годах И сейчас относились к ним? Да, в значительной мере Как бы Большая часть моих текстов Это просто репортерская работа Без попыток, так сказать, давать оценки Это просто рассказ о происходящем Я и сейчас считаю, что первая война Была абсолютно, так сказать, неверным решением Первая чеченская война Была таким волюнтаризмом, так сказать, попыткой, значит, там Перед выборами показать какой-то Продемонстрировать какой-то Продемонстрировать какой-то, значит, серьезный успех Да, какую-то военную операцию Которая, значит, имела позитивные результаты А в результате, так сказать, колоссальное количество людей пострадали Да, была разрушена, так сказать, республика Там все это надо было делать не таким образом Вторая война, это был ответ А первая война, это была агрессия Причем агрессия с необеспеченной ресурсами Потому что и армии не было нормальной И мальчишек кидали в эту, так сказать, российских, да В эти жернова, которые перемалывали их жизнь Вот И гражданское население, так сказать, там гибло тысячами То есть ничего хорошего в первой войне не было Поэтому, да, я бы согласился, если бы То есть, ну, мне бы пришлось написать предисловие Объяснить, что очень многие там акценты В моем понимании ситуация Они смещены, да, я иначе сегодня вижу все Но репортерская, мне кажется, репортерская моя работа была абсолютно добросовестной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!